Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Секреты управления» и ее ведущие Александр Приколота и Антонина Кискина. Здравствуйте! Рада представить нашего нового участника программы Сергея Суховерхов, IT-директор компании «Линда Газ Рус». Здравствуйте! Сергей, расскажите вкратце о компании, чем она занимается, как давно вы в ней работаете? Компания занимается производством и продажей технических газов. То есть это не такие газы, как природный газ, а это водород, кислород, аргон, азот. То есть они используются в первую очередь для промышленности и для медицины широко. Но в принципе какие-то газы могут использоваться, например, гелем надывают воздушные шарики. Я в компании работаю где-то 2,5 года. А большое предприятие, численность какая-то? Есть ли распределена какая-то структура? Всего по миру где-то около 50 тысяч человек, даже побольше. В России в пределах тысячи человек. Здесь отделение иностранной именно компании Линда, да? Ну как, это ОАО, но оно принадлежит Линда. Понятно. Вот вы сказали, что вы 2,5 года в компании, да? С какими проблемами пришлось столкнуться? С чего начиналась ваша деятельность здесь? Есть ли какие-то секреты в том, как вы начинали, выстраивали отношения? Ну, к сожалению, я не смогу сказать много деталей именно про компанию Линда. Потому что большая часть информации, она закрытая, считается конфиденциальной. Но могу рассказать, что когда я приходил, то как бы были определенные сложности, связанные с тем, что было, во-первых, неудокомплектово найти отдел. И, во-вторых, довольно много чего и оборудования, и системы были достаточно старые, не было достаточно хорошей поддержки. То есть я построил свою команду здесь практически полностью. То есть сейчас уже... Был какой-то зоопарк и системы или что? Да, ну, конечно. Ну, это в любой компании есть зоопарк и систем. Вот, просто задача в том, чтобы, конечно же, уменьшать количество систем. В этом направлении мы движемся. То есть тут еще много чего, конечно, надо сделать. Много, чтобы было сделано. Вот, но сложность была именно, скажем так, в том, что не было эффективной команды, не было эффективных процессов организованных. То есть нужно было это все именно выстраивать. Ну, я считаю, что очень успешно я с этим справился. То есть сейчас IT работает очень хорошо. Мы вот уже третий раз подряд, например, занимаем первое место по показателям определенной KPI по нашему региону. Вот Россия занимает IT. Ну, так что... То есть у вас есть какая-то система обратной связи, да? Ну, да, да, да. Ну, это как бы система, по которой нас оценивают, насколько мы эффективно, в первую очередь, работаем с пользователями, с бизнесом. А используете какие-то западные системы, там, материнской компании? Или у вас есть что-то свое, там, специфическое, российское? И то, и то. То есть есть многие вещи, конечно, которые пришли именно из материнской компании, но некоторые именно специфичные бизнес-процессы, которые для России, они, конечно, используются на местных системах. А вот вы упомянули о том, что заниматься приходилось и процессами, и людьми. А что важнее, на ваш взгляд, процессы или люди? И как распределяется время между тем, чтобы там организовать людей, команды? И какое время уходит на то, чтобы организовать процессы? Что важнее? Ну, я считаю, что тут одно, как бы, от другого нельзя совсем отделять, потому что фактически процессы выполняются людьми. Если у тебя нет, как бы, хороших людей, то какие бы то эффективные процессы на бумаге я ни написал, они работать не будут. Ну, и точно так же, если взять там много классных людей, но они работают каждый сам по себе хаотично, нет какой-то единой четкой структуры, как они должны работать, то все равно все люди, как бы, насколько бы хороши они ни были, они не могут работать идеально, и все равно, как бы, будут какие-то сложности. Поэтому я считаю, что тут надо подходить в комплексе и, как бы, набрать хорошую команду. Вот, могу сказать, что я вот к этому подхожу очень тщательно, то есть там были такие специалисты, которых я искал больше, чем по полгода, потому что я не хочу брать просто специалистов, потому что, вот, как бы, есть открытая позиция, я хочу брать именно хороших людей, качественных, которые я знаю, что смогут эффективно работать, в которых я уверен. И более того, могут работать в команде, наверное, тоже важно, да? Конечно, конечно, разумеется. Вот, ну и, соответственно, по процессам точно так же. Ну, вот сейчас команда, конечно, я считаю, очень хорошая, то есть все дружные, все друг друга. А большой коллектив у вас? На помощь, ну, где-то человек 20. 20 человек, это обслуживает все, и там, и IT, связанный с производственным процессом, и IT в области, там, не знаю, финансового учета. Да, по сути, да. А вот в этом взаимодействии, вот вы как IT-директор участвуете в формировании, там, стратегии компании, вас там приглашают, ну, как-то учредители, и как это все происходит? Или вам как-то спускают что-то такое директивное, и потом вы стараетесь это как-то донести до всех? Ну, смотря, что считать стратегией компании. То есть, конечно, такие глобальные вещи, типа, какое построить новое предприятие, какое предприятие купить, там, да, куда инвестировать, это решается без IT. Вот, а что касается IT, то есть, какие системы использовать, от каких систем уходить, на какие системы переходить, это, естественно, преродатива, в первую очередь, IT. Но, в принципе, вы должны быть в курсе того, что там есть какие-то планы о предприятиях, может быть, вам нужно, опять же, там, набирать новых специалистов, которые вы учтите так долго. Ну. Вот, то есть, в этом плане вы осведомлены, да? Про такие вещи, да, просто руководство осведомляет именно у... Понятно. А тяжело потом это все доводить там до своих подчиненных? Да нет, не могу сказать. А что тут может быть тяжелого? А как выглядит ваше взаимодействие как IT с другими подразделениями, там, вот, с производственными, вот, вы упоминали систему обратной связи, да, что у вас как-то оценят, вот эти оценки от кого исходят, и как вообще вы строите свои отношения как IT с другими подразделениями, и где сложности там существуют? Ну, тут есть много, как бы, уровней, ну, самый такой простой уровень – это сервис-деск, то есть, это единый центр, в который пользователи могут обращаться с их какими-то... Разумеется, да. Вот, то есть, ну, это как бы любая задача. Мне нужна новая мышка, у меня там не открывается Excel, там, ну, вот какие-то такие вещи. Мне нужна новый отчет, там, или что-то там не работает. Вот, это как бы именно та вещь, вот, про которую я говорил, что мы три раза подряд занимали первое место, по сути. То есть, тут есть уже формальные достаточно показатели, такие как SLA, соглашение об уровне сервиса, то есть, грубо говоря, за какое время какой вид инцидента должен быть закрыт, какая доступность каждого инцидента, каждого сервиса, потому что понятно, что не бывает таких систем, которые работают всегда, и без каких-либо сбоев, в любой системе есть какие-то ошибки, какие-то сложности. Вот вопрос просто в том, что надо договориться с бизнесом о том, какой уровень сервиса должен быть. Ведь понятно, что чем выше уровень доступности, то есть, чем реже происходят сбои, чем они короче, тем дороже в конечном итоге обходится система. Поэтому тут именно важно найти баланс между стоимостью и уровнем сервиса. Вот, соответственно, выполнение этого SLA, ну, и прочие такие показатели. Кроме этого, еще проводится ежегодный опрос пользователей, где просто идет общая рассылка, и пользователи могут сказать, насколько они удовлетворены различными аспектами работы IT, ну, и высказать какие-то пожелания. Вот, могу сказать, например, после того, как я пришел в компанию, был опрос пользователей, вот, там, где-то полгода назад. Вот, оценки были, какая шкала используется? Вот, оценки где-то в два раза лучше. А какая шкала? Пятибальная? Пятибальная, да. И были оценки в районе двух-двух с половиной? Нет, я имею в виду в два раза лучше. Это именно сколько людей оценивает, что IT-отдел работает там на четыре или пять. Вот количество таких людей, ну, лучше увеличилось где-то в два раза. А инциденты какие-то разбираете, если там кто-то ставит неудовлетворительные оценки? Как это происходит? Ну, конечно, если именно человек поставил неудовлетворительную оценку, и он подписался, потому что, в принципе, как бы человек волен либо подписываться, либо не подписываться, то, естественно, я с такими людьми связывался после этого узнал. Анонимные сообщения не рассматриваете? Ну, если сообщение анонимное, конечно, оно рассматривается, но я не могу связаться с человеком и узнать, а что тебе не понравилось конкретно. То есть, конечно, мы в целом потом смотрим всю статистику, что люди написали, чем они довольны, чем недовольны. Ну, и, соответственно, что-то пытаемся предпринять по результатам. А можете какой-нибудь конкретный пример привести? Там, например, не знаю, какое-то внедрение системы. Вот у вас есть там, не знаю, международная система отчетности МСФО, используете? Да, использую. Вот это все подготавливается при вашем участии? Ну, это делает отдел финансов, то есть там есть именно глобальная система, которая идет со всей линии. Международная, да? Да, международная. То есть, как бы мы за эту систему напрямую, скажем так, не отвечаем. То есть, понятно, что если с ней что-то происходит, мы тоже на это смотрим, но это не прямая наша зона ответственности. Но вы помогаете, да? Конечно. С какими подразделениями, например, с производственными, с бухгалтерией буквально, с кем больше всего приходится взаимодействовать и с кем самые сложные вопросы взаимодействия там? От кого больше всего поступает как раз тех самых там инцидентов? Наверное, больше всего поступает, но вот именно на моем уровне, это от подразделений, связанных с новыми проектами. То есть, потому что операционная деятельность, ну, она достаточно хорошо налажена. Тут, в общем-то, особых вопросов нет. То есть, если у человека там что-то случается, там перестала работать мышкой, ее ему меняют, и, в общем-то, мое тут участие не требуется. Вот. А когда идет именно новый проект, особенно если это какой-то крупный проект, то, конечно, тут много что требуется именно продумать, простроить план реализации этого проекта. Потом самое главное, его выполнить. А пример можете какие-то? Какие сейчас у вас проекты там реализуются? Конкретные проекты я не уверен, что я могу, потому что, как я говорил, информация, она такая закрытая. Но они касаются чего там в области? Там производства? Ну, например, да, строительство новой площадки, вот такой бизнес-проект. Ну, есть, конечно, бизнес-проекты, которые как бы, именно автоматизация какого-то блока внутри компании, который там может затрагивать, в общем-то, все отделы. Ну, естественно, по таким проектам. Вы помогаете в данном случае с описанием бизнес-процессов, с постановкой задачи? Ну, разумеется, да. То есть, есть у нас специальные сотрудники, которые за это отвечают. Вот, они, соответственно, ну, скажем так, руководители проектов, бизнес-аналитики, вот, которые именно общаются с конечными бизнес-пользователями, с руководителями, естественно, делая, и выясняют их потребности. То есть, что им именно надо, какой должен быть новый процесс. Вот, потом, соответственно, этот процесс как-то смотрится, насколько его можно в существующую систему впихнуть, на ней реализовать. Ну, и дальше готовится уже техническое задание соответствующее. А проекты выделяются именно от IT, да? Вот у нас сейчас от IT, да. То есть, у нас сейчас вот такими проектами руководит IT. То есть, есть, конечно, по каждому блоку какой-то руководитель от бизнеса, но, скажем так, самый главный руководитель – это именно в IT. У меня есть вопрос, да, который я очень люблю. Взаимоотношения IT и заказчика, то есть подразделения, которые заказывают ваши услуги. Считаете ли вы необходимым дополнительный пиар именно IT-подразделения, его роли в компании среди других подразделений, чтобы не было отношения как к инопланетянам? Да, я считаю, конечно, это важно. Вот лично я считаю, что самое главное – это общение живое. То есть, надо именно максимально общаться с людьми, причем общаться непосредственно, там, какой-то электронной почтой или еще что-то, что очень часто принято в компаниях. Но именно общаться лично, то есть очень классно, например, сходить там пообедать с руководителем какого-то подразделения, особенно если с ним возникли какие-то там сложности, недопонимания. Вот, ну просто вот именно поговорить. То есть как минимум позвонить по телефону, еще лучше именно встретиться и обсудить проблему. То есть главное не пытаться ввязываться вот в такие длинные переписки по электронной почте. На этой оптимистической ноте мы сейчас уйдем на рекламную паузу и дальше продолжим наш разговор о процессах, о людях, об IT. Рекламная пауза. И еще 128 лучших идей для вашего бизнеса. Закажи свежий номер журнала на сайте marketing-magazin.ru и повышай продажи. Проблемы с бухгалтерией? МБК. Мир бухгалтерских консультаций. Ведем учет. Сдаем отчет. Телефон 495-646-87-65. И снова здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире программа «Секреты управления». Ее ведущие Александр Приколота и Антонина Кискина. Здравствуйте. Я напомню, что у нас в гостях Сергей Суховерхов, IT-директор компании «Линда Газ Рус». Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Мы затронули в прошлой части программы вопросы, связанные с системами. Можно чуть-чуть рассказать о том, какие системы компания «Линда Газ» использует? Это связано с маркетингом, с бухгалтерским учетом. Можете что-то коротко об этом хотя бы рассказать? В целом, конечно, могу. Как и в любой компании, в «Линда Газ Рус» используются системы для автоматизации вообще всей деятельности, класса «РП». Также используются и специализированные системы, то есть как это специализированные производственные блоки. Например, мы продаем некоторые достаточно специфические газы, которые требуют отдельной обработки системы для таких вещей. есть логистические системы. Ну и, как я говорил, остались, конечно, до сих пор некоторые просто доставшиеся по наследству системы, которые мы постепенно убираем, переводим на единую платформу. Вы рассматриваете какие-то новые платформы, какие-то варианты по оптимизации, выбираете подрядчиков? Ну, в общем, да. То есть, у нас есть сейчас стандартная «РП-система», которую мы используем. Ну и, соответственно, мы пытаемся переводить все процессы, которые возможно перевести в эту «РП-систему». А назвать ее можете или это тоже секретно? Ну, наверное, могу. «Навижн». Да. Думаю, что это, да, наверное, открытая информация, я надеюсь. Вот, если говорить про всю «Линда», то там сейчас стандартная система – это SAP. Но пока еще в России «Навижн» на ближайшие несколько лет, как минимум. Но у вас есть, существуют какие-то системы, которые связывают, да, транспорт какой-то существует между ними? Ну, разумеется, да. То есть, конечно, есть интерфейсы. В вашем предыдущем опыте, может быть, какие-то были интересные случаи, которые вы можете рассказать? Я знаю, что вы работали в компании «Отис», да? Да, я работал в компании «Отис». Надеюсь, что могу про нее рассказать немножко побольше. Тоже достаточно крупная компания в России. Занимается она чем? Она производит лифты. Американская компания. В России там порядка 2,5 тысяч человек работало, когда я там был. Там были проекты, вот, например, интересный проект, связанный с заменой ERP-системы. На одном из заводов. Вот, то есть, там тоже используются. Очень сложные вопросы с подрядчиками. Какие там задачи решали? Что было интересного? Ну, самое главное – это именно внедрить новую систему, ее запустить, чтобы она работала, и чтобы, соответственно, все люди это приняли. А выбрать ее? И выбрать, конечно же. Но с выбором тут вопрос немножечко был попроще, потому что у нас наши европейские коллеги, они нам порекомендовали определенную систему, которую они сами использовали, и по которой были специалисты. Ну, мы посмотрели, система под наши бизнес-процессы также подходит, ну, и, соответственно, начали ее внедрять. Вот, а сам процесс внедрения, вот это, вот, конечно, очень интересный момент. То есть, тут важно, скажем так, организовать его таким образом, чтобы люди приняли новую систему, чтобы не начали саботировать, да, и в конечном итоге заработали в новой системе. Тут, как бы, была такая сложность, что IT-директор по региону, в ОТИСе, он в тот момент, когда уже все было готово, в общем-то, к запуску новой системы, он сказал, что он хочет еще потестировать существующую систему. Подумать, да. Но понятно, что этот процесс может длиться до бесконечности, и пока система не используется полностью в производстве, как бы, в производственном режиме, все равно будут какие-то недоработки. Ну, и даже, на самом деле, любая производственная система, она все равно содержит какие-то ошибки. И каким методом убеждения вы прибегали, что было сделано? Ну, вот, как бы, просто с ним общались, что надо ее быстрее запускать. Ну, вот, то есть, он где-то месяца на два задержал в результате запуск, но все-таки мы… Не настолько он сильно его задержал, чтобы люди уже совсем потеряли интерес, да, к новой системе. То есть, тут, как бы, действительно очень важно найти баланс между моментом запуска этой системы, то есть, именно тем, насколько она отлажена, и энтузиазмом людей. То есть, потому что есть такое мнение, что проект внедрения любой, он должен идти не больше девяти месяцев, что после девяти месяцев начинает падать у людей резко мотивация. Вот, и поэтому желательно не затягивать. Но вы не затянули в связи с этой отсрочкой на два месяца? Ну, как, немножечко затянули, то есть, конечно, я считаю, что лучше бы мы запустили сразу, но вот… А избавиться от этих директора – это не самый лучший путь? Ну, это руководитель. Это не саботировал, просто это руководитель региона, да, который считал… Ну, то есть, он француз. Вот, он считал, что… Работать надо было с ним или еще с его командой, там, с теми, кто… Вот, он же… По сути, с ним. Он откуда сформировал такое мнение, или он сам просто сам по себе был? Ну, как, потому что система, естественно, она содержала какие-то ошибки, какие-то недоработки. То есть, любая система, которую запускаешь в производство, она содержит недоработки, как я говорю. По-другому просто не бывает. Вот. Ну, и, соответственно, чем дольше ты систему отлаживаешь, тем, с одной стороны, она содержит меньше этих ошибок, но, с другой стороны, тем больше падает мотивация команды. И, таким образом, возможно, что, если запустить ее, там, в какой-то момент, когда команда к этому готова, то команда будет, там, сидеть по ночам, решать что-то, там, исправлять. А если ее отладить сильнее, вот, ошибок останется меньше. Но команда уже не готова. Команда чуть-чуть поработает, скажет, вот, ошибки, мы не будем работать в этой системе, давайте нам старую. Ну, и тут, возможно, уже всякое. Как этот момент отследить, когда нужно запускать, чтобы… Ну, это надо уже просто общаться с людьми и смотреть, как бы, их настроение, то есть, как они чувствуют, как бы, насколько у них энтузиазм есть. Ну, это вот просто такая… А как вы поддерживаете энтузиазм, когда чувствуете, что идет спад, он сейчас нужен? Используете какие-то там тренинги, там, сейчас вот, модное слово, коучинг? Ну, коучинг, да, модное слово, толком непонятно, что оно означает, каждый пытается дать свое определение. Наставничество, тренинг. Ну, вот, скорее, ну, просто, как бы, общаешься с людьми, объясняешь им, почему сделано то или иное решение, чем оно вызвано, пытаешься их как-то вдохновить. Ну, тут я единых рецептов, наверное, не дам, то есть, это уже индивидуально, с кем ты общаешься, в какой ситуации. Ну, а что-то из мотивационных каких-то, может быть, пряников, там, или, наоборот, кнута, что-то можете сказать, там, чем обычно пользуетесь, там, ну, по стране… Система мотивации, да, вообще, какая у вас, обычно, работает, какую вы считаете, работоспособной для каких проектов? Ну, я считаю, что, вот, я использовал в нескольких местах даже такую систему, что людям выплачивается бонус, обычно эффективнее всего, если его выплачивать раз в квартал. И этот бонус зависит от того, насколько человек именно эффективно выполнял свои задачи. То есть, если он какие-то задачи выполнил, либо, там, с недостаточным качеством, там, задержал ее сильно или еще что-то, то этот бонус уменьшается. То есть, люди тогда четко видят, от чего зависит этот бонус, и, как бы, они стараются работать лучше. Ну, вот такая система, с одной стороны, кнута, с другой стороны, пряника, что-то среднее. Вот, но работает эффективно. У вас есть прям такая онлайн какая-то система, где, как бы, фиксируются какие-то... Нет, это просто с человеком, как бы, обсуждая, что если, вот, как бы, ты все делал хорошо, то тебе, вот, выплачивается бонус в таком-то размере. Если есть какие-то замечания, то бонус уменьшается. Если ты сделал что-то, там, такое выдающееся, что, как бы, от тебя особо не ждали, ну, вот, молодец, то тебе могут еще добавить к этому бонусу что-то. Ну, и все, и дальше, соответственно, человек выполняет задачи свои, и ему просто прописываешь, вот, эту задачу выполнил, там, хорошо, там, ну, вот, если просто хорошо, то как бы ничего. А много показателей вообще используется? Вот в том-то и дело, что тут нет как таковых показателей, то есть, я считаю, что система... Это просто такая интегральная оценка? Система, да, с показателями, что, типа, вот, там, например, там, столько-то системы доступно, столько-то ты закрыл, там, инцидентов, столько-то там еще чего-то. Вот она работает, по моему опыту, хуже. То есть, лучше, если просто именно система, основанная не на конкретных четких таких показателях, измеримых. Я думаю, это связано с тем, что если показатели вот такие вот измеримые и четкие, то их становится слишком много, и людям уже не так, как бы, интересно их достигать, потому что процент достижения каждого показателя в итоговом бонусе, он достаточно маленький, это раз. А два, если показателей слишком много, то просто люди уже теряются, не знают, в какую сторону им бежать. Вот, а если система просто, что человек, вот, выполняет конкретные задачи, то есть, вот, ему поручили, там, сделать какую-то задачу, ну, не знаю, там, переустановить компьютер генеральному директору. Вот он его так сделал, что генеральный директор очень доволен, сказал, вот, мой компьютер стал в 10 раз быстрее работать. Неудивительно, потому что он новый. Сделали все там за два часа, там, условно говоря, вообще там все очень классно. Вот если он так сделал эту задачу, то можно ему там добавить бонус. Вот, если он, наоборот, там, этот компьютер переустанавливал два дня, вот, когда пообещал, там, генеральному директору все сделать, там, за, там, 4 часа, забыл установить ему принтер, там, еще что-то, то, естественно, это плохое выполнение работы. То есть, вот именно вот так вот, позадачно, то есть, как бы, каждый из руководителей подразделения, который мне подчиняется, они ту же систему используют вот сейчас вот в своей команде, ну, эффективно работает. Бывают случаи, когда сотрудник не согласен с вашей оценкой его работы? Бывают, да, конечно. Ну, тогда как-то начинаешь уже общаться, почему не согласен. То есть, может быть, бывает и такое, что действительно какие-то объективные причины чего-то я не заметил. То есть, понятно, что все люди, они люди, да, я тоже могу чего-то не заметить. Вот, и что я пересматриваю оценку. Но если сотрудник просто говорит, что он не согласен просто потому, что не согласен, ему там не хочется, там, терять какую-то часть бонуса, ну, тогда, конечно. А нематериальные какие-то стимулы у вас существуют? Нематериальные стимулы, конечно, да. Это, ну, просто, как бы, во-первых, если ты даешь какое-то задание человеку, которое, ну, не просто какое-то простое переустановить компьютер, например, взять на себя какую-то новую область, взять на себя проект, что-то большое, то надо найти, почему человеку это интересно. То есть, подумать сначала перед тем, как ему говорить, а вот что ему в этом проекте может быть интересно, да. Например, вот тот же проект с формализацией процессов, надо много написать документации, там, собрать у всех. Вот я, когда давал такой проект определенному человеку, что я ему сказал? Ему сказал, что, во-первых, ты пообщаешься со всеми людьми в IT-команде, то есть, как бы, это опыт такой достаточно большой, именно широкий. Вот, во-вторых, это в какой-то степени опыт управленческий, потому что надо именно собирать написанные части вот этих вот бизнес-процессов с каждого подъедения. Планировать, координировать, контролировать, да. Да, то есть, хотя вот вроде бы задача кажется скучной, но вот я ему рассказал, чем это ему интересно, но вот он ее в результате успешно выполнил. Ну и, соответственно, естественно, при выполнении задания, там, если человек все хорошо сделал, то надо ему сказать, какой он молодец, там, можно... Ну, вот я этого не делал, но, в принципе, есть такие методики, что устраивать там какие-нибудь, как сказать, формальные соревнования, что вот, например, там, ну, среди сервис-деска, кто больше закрыл тикетов, тому там человек месяц. А учиться куда-то отправляете? Да, конечно, это тоже используется, то есть, при необходимости. Тоже отличие мотивационные схемы, да? Да, да. Хорошо. Ну, на этой оптимистической ноте мы можем завершать нашу программу. Есть ли у вас что-то, что хотели бы сказать нашим телезрителям, что-то пожелать? Ну, я желаю, как бы, всем людям, которые хотят заниматься IT, успехов в этом пути, потому что путь достаточно сложный. Многие руководители бизнеса, они не понимают IT, наверное, не очень хотят, как бы, глубоко в это вникать. И тут самое важное именно найти общий язык между бизнес-руководителем и IT, то есть научиться, скажем так, переводить язык IT на язык бизнеса. И в этой атмосфере дружбы существовать. Большое спасибо. В эфире была программа «Секреты управления». Ее ведущий Александр Приколота, Антонина Кискина. И наш гость Сергей Суховерхов, IT-директор компании «Линды Газ Рус». До свидания. Спасибо. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok